Дорогие солдаты, мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Благодарим вас за то, что вы отважно боретесь за наше благополучие и наше будущее. Желаем вам крепкого здоровья. Мы вас ждем дома. Мы сделали этих ангелочков своими руками и дарим им вам, чтобы они вас оберегали. Добрый день, я Попова Елена Вячеславовна, директор гимназии Эврика. Мы находимся в город-курорт Анапа и от нашего солнечного города передаем вам теплый привет и поздравления с Новым Годом. Благодарим всех родителей, которые приняли участие в акции «Мы вместе». И вместе мы говорим нашим военнослужащим огромное спасибо за то мирное небо, которое есть у нас над головой. В свою очередь я хочу поблагодарить гимназию Эврика, всех родителей, деток, которые участвовали в сборе для наших ребят. Подарочки. Елена Вячеславовна, вам как руководителю огромное спасибо за то, что вот это все организовали. И мы обязательно доставим нашим ребятам. Им будет приятно очень. Конечно же, на душе тепло. Спасибо огромное. От себя хочу выразить огромную благодарность всем, кто участвует в таких акциях. Это очень важно для наших солдат, когда они видят, что их помнят, их ценят. И это прививается с детского возраста. Поверьте, патриотизм сейчас, наверное, самое важное в нашей жизни, что может быть. От души спасибо всем, кто участвует в этих сборах для наших ребят. Добрый день, уважаемые зрители. Мы находимся на территории 6-й городской школы. Я директор школы Боровая Татьяна Леонидовна. Рядом со мной наши учащиеся представители ученического самоуправления. Меня зовут Кирилл Костромитин. Я ученик 11-го Б-класса школы номер 6 имени Калинина. Ученический совет нашей школы выступил с предложением собрать гуманитарную помощь для наших защитников, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Ученический совет обратился к родительскому комитету, к учащимся, для того, чтобы помогли собрать гуманитарную помощь. Для этого потребовалось около недели. В основном собирали теплые носки, перчатки, сладости, чай, кофе, конфеты. Все это мы делали для того, чтобы каждый защитник почувствовал наше тепло, любовь, заботу, которая пришла к нему из родного дома. И мы надеемся, что в эту новогоднюю ночь каждый наш воин почувствует частичку тепла и заботы. Меня зовут Аронова Вероника. Я учащийся 9-го Б-класса. В школу номер 6 мы с ребятами приготовили письма военным и также сделали открытки, чтобы солдаты почувствовали всю эту атмосферу и ждем скорейшего их возвращения домой. Добрый день, меня зовут Виктория. Время быть вместе. Мы хотим поблагодарить директора 6-й школы, Боровую Татьяну Леонидовну, учащихся 6-й школы и родителей за сбор для наших солдат вот таких вот подарков. От себя хочу поблагодарить каждого человека, причастного к помощи нашим ребятам. Спасибо, что вы помогаете. Ведь с вашей заботой им там легче и гораздо уютнее будет. Собрано огромное количество гуманитарной помощи. То есть все нужные вещи, сладости, лекарства, носки. То есть к Новому году будут просто самые шикарные подарки. Спасибо. Победа будет за нами. Спасибо.